Всем привет! На днях я побывал в городе Тюмени. И это была не просто увеселительная поездка или путешествие отдохнуть. В городе Тюмени есть завод Электросталь, который входит в холдинг УГМК. И к Дню Металлурга среди прочих мероприятий здесь готовится журнал. И меня пригласили принять участие в его создании. Я походил по заводу, познакомился с разными людьми, записал несколько интервью. Они выйдут в журнале. И знаете, завод очень нетипичный. Он очень красивый, очень яркий, там прям оранжевые цвета. И очень зеленый, и достаточно чистый. То есть это такой нетипичный завод в типичном его понимании. Но оно и понятно, потому что завод довольно молодой. Ему сейчас в районе 5-6 лет всего. Поэтому здесь все самое современное, все самое удобное. Еще один интересный момент, то что на заводе работают люди из разных городов, регионов. Не только России, но и вообще в принципе бывших союзных государств. И все они работают на общее дело, общее благо. И мне кажется, это здорово. Мы заселились на служебную квартиру. И прямо за мной Тюменский дворик. Светло и круто. Сейчас времени 12 ночи. Ну, то есть в полночь Тюменский дворик выглядит именно вот так. Нечто это очень круто. И не все улицы серого ночью выглядят так светло и круто, как этот дворик. Завтра мы едем на завод с самого утра. Поэтому все покажу и расскажу. Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Не знаю, мне кажется, есть какая-то магия в изготовлении стали. Вот я несколько раз был на разных заводах, на разных предприятиях. И в принципе все это я уже видел. Но каждый раз, когда я вижу раскаленный вот этот брусочек, который продвигается по технологической цепи, или как переливается сталь, это невозможно пройти рядом. Это завораживает и тебе хочется смотреть, фотографировать, как-то запечатлеть этот момент. Это очень круто! Здесь на спортивном комплексе в городе Тюмени, который называется очень интересно, партийком спортивный комплекс, проходят футбольные баталии. И здесь есть команда из города Серова, Надежнинского металлургического завода. Будем валить за наших. Здесь правда очень холодно и мокро, но это никого не пугает. Погулять по Тюмени немножко все-таки получилось. Мы вечером прогулялись до набережной. Пришли на набережную посмотреть на красивый яркий мост влюбленных, а он не горел. Что за дела подумали мы? Но как только часы пробили 10 часов, все вспыхнуло яркими красками, и это было очень круто. Здесь прикольный дворик, и здесь очень много разных архитектурных форм, где можно поиграть с ребенком. Это здорово! Не здорово то, что асфальтовые дорожки, не вот эти, которые соединяют дворы, а те, на которых стоят машины, во время сильного дождя они заполняются водой и превращаются в реки, как в серове. Продолжение следует... Сама же Тюмень, в принципе, очень понравилась. Я был здесь уже 3 года назад. В принципе, город очень чистый, современный, красивый, и больше всего, вот если бы мне завязали глаза и привезли туда, и сказали, угадай регион, где ты находишься, я бы, пожалуй, выбрал Татарстан. Потому что, ну, какой-то он очень такой приспособленный для жизни, очень много детских площадок, очень много зелени, какой-то очень красивый, современный. Ну, прям понравился город. На обратном пути, когда мы ехали через Реж, то остановились в небольшом магазинчике на окраине. Водитель сказал, что там самые вкусные лаваши. Мы зашли попробовать и купили несколько штук. Я не стал рисковать с мясными начинками, поэтому выбрал сыр и картофель. И, знаете, вот такие вот штуки в только что готовом виде, то есть с хрустящей корочкой, очень даже ничего рекомендую. А еще во время поездки я в очередной раз кайфанул от того, что на моем тарифе оператора Мегафон нет роуминга. И когда мы пересекли границу Свердловской области и въехали в Тюмень, у меня ничего не изменилось. Я точно так же мог огрузить фоточки в интернет, в инстаграм, выходить вконтакте и звонить, что на местные тюменские номера, что и домой в Свердловскую область. Правда круто. Ну вот, пожалуй, и все. Наше путешествие подошло к концу. К сожалению, в нашем городе немножко холоднее, чем в Тюмени. Но я надеюсь, что лето все-таки придет. Всем пока, увидимся.